Всем по приветиксу, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео мы с вами будем анализировать график на финансовом рынке. Максимально подробно со всех сторон буду все рассказывать, показывать, что, почему и как здесь происходит. Ведь основная цель моего YouTube канала это то, чтобы вы понимали. Понимали все от а до я и не просто понимали где отметить на графике область поддержки. Либо где отметить область сопротивления. Нет, я вам хочу объяснять логику происходящего максимально подробно, так чтобы смог разобраться абсолютно любой человек. Поэтому, ребята, давайте сделаем так. В начале этого видео, так как оно будет супер-мега-пупер-классное, бесплатное, красивое и все в таком духе. Ой, много приятных слов можно сказать. Поднавалите сюда лайкосов. Я стараюсь для вас делать реально качественный контент по трейдингу, по обучению и вообще все по кайфу. С вас лайкосы и будем с вами приступать. Значит, смотрите, буду для вас сейчас делать разбор графика полностью. Объяснять логику неимоверно подробно. Просто скажите, что вы к этому готовы и все. Готовы? Давайте приступать. Значит, брокер у нас Pocket Option прямо сейчас открыт. Неплохо. Захожу к нам на форум. Если вы еще не здесь, тогда обязательно присоединяйтесь. Смотрите, люди скидывают свои результаты. У всех здесь плюсы. Просто что-то неприличное происходит. И Евро ГБП. Люди здесь уже все проанализировали. Они сказали, что будет движение вверх. Давайте посмотрим, действительно ли там у нас движение... Вау, господи. Здесь уже был анализ. Нужно все убрать. Движение вверх. Нужно посмотреть на котировку открытия. Это 320 в конце у нас. Так, 320 в конце. Открытие у меня было здесь. Такой жесткий откат на понижение здесь произошел. А люди все заходили вверх. Давайте посмотрим. Мы даже не будем торопиться. Непонятно, зачем спамить у нас на форуме. Этого делать не нужно. У нас здесь все люди адекватные. Телеграм, видишь, даже не сразу удаляет все сообщения. Можно так сделать. Все нормально. Да нет. Я тут, бро. Я даже скину смайлик с рекомендацией. Значит так, смотрите. Люди зашли здесь на повышение после отката и получили здесь плюс. А что будет по алгоритму, как вы думаете? Вход вот вверх у нас. Закроется ли это прям в супер плюс? Вход вверх. Евро ГБП. Евро ГБП. 87%. Уже все здесь открыто было. Я уже начал искать. Так. Замечательно. А дайте мне на 2 минуты. Вот. Да. На 2 минуты на понижение. Может даже на 1 минуту на понижение. Но я хочу вам кое-что объяснить. Провести анализ. Смотрите. У меня есть минимум. От которого происходит движение. Происходило на повышение. Здесь находится максимум. И здесь находится максимум. По итогу у меня цена. Словила здесь объем. Откуда она его словила? Возможно вот этой остановки. Ну это на самом деле такой актуальный вопрос. Словила объем и пошла на понижение. То есть большое движение в сторону на понижение. Против основного движения. Должна была произойти компенсация. То есть движение вверх. Компенсация произошла. То есть движение вверх у меня вот произошло. И дальше есть вероятность. Что у меня снова будет происходить движение вниз. Причем цель это пройти через данный минимум. Понимаете? Как это интересно работает. То есть мы убираем вот это общее движение. И оставляем вот это движение в сторону вниз. Это круто. Это мой личный анализ. Я здесь не принимал участия в голосовании. Я подчеркиваю. Я не успел здесь зайти. Вот мой вход в рынок. Так я отвечу. Пока что торгуем. Да. Кто торгует на белом фоне. Это конечно сильно. Это очень сильно. Так. Хорошее было движение вниз. Смотрите. Чтобы я тут не пропустил. Рывок был на понижение. Хотел скинуть там стикер. Какой-нибудь. Но не успел. Смотрим разницу. Несколько пунктов. Рывок еще выше. Ну в принципе я изначально сказал. Что две минуты возможно многовато. Поэтому давайте я повторюсь. С входом в сторону вниз на одну минуту. То есть я здесь уже самостоятельно застрял. Со своим личным анализом. Вход в противоположную сторону. И все такое. Давайте наблюдать. К чему это приведет по итогу. На чем это все. Хорошо. Основывалось все. Изначально. Основывалось это на том. Что нас отсюда прогнали. Компенсация уже случилась. И мы пойдем дальше. Потому что объем был достаточно плотный. Но. Я попал в ситуацию. Когда у меня произошел жесткий импульс. Я снова подхожу к диапазону. От которого нас прогнали. Снова. До этого. На открытии. Попытка вверх. Сразу движение вниз. И был хороший объем. То есть вот эта отработка. Она здесь. Покажется сложной. Да. Это действительно так. И это уже дополнительный вход в рынок. На одну минуту. На отработку импульса. Но. Вместо того. Внимание. Чтобы здесь. На минимуме. Пройти ниже. Вот мы прошли немного ниже. Дайте я отмечу. Где мы здесь остановились. Немного ниже. Мы пошли. И цена. Схватила этот объем. Который. Изначально. Цену не пускал выше. А по итогу. Произошло пробитие. Импульсное. Это конечно. Заварушка. Еще та. Но. Ко всему. Здесь нужно быть. Готовым. На все 100%. Так. Теперь давайте мне. Чуть-чуть времени. Обдумать всю эту ситуацию. Я ее обдумал уже. Все хорошо. Так. Я обдумал эту ситуацию. Я захожу на понижение. От этой области. Используя базовый принцип того. Что. До этого было движение в сторону. На понижение. Вот такая вот отработка. Сложная. Происходит. Против. Тайминга. Здесь. Мне кажется. Все сработало. Потому что. Вход на 2 минуты. Он оказался слишком большой. Нужно было бы. Конечно же. Отрабатывать. Посфактум. Легко говорить. Нужно было отрабатывать. Вход на импульс. Ведь вход на импульс. Это был бы плюс. Понимаете. Как это все работает. Вот разница в тайминге. Получается. Получился. Получается. Получился. Тавтология. Мне тоже нужен. Учебник по русскому языку. За 8 класс. Я думаю просто. Вы поняли. Я вот это вот. Мычание. Это не то. Что я фанат. Выходить на лук. И щипать траву. Нет. Это сложная. Отработка была. Слушайте. Вот такая вот сложная. Цена пошла вверх. Я заходил вниз. Это. Такое. Я не могу сказать, что мне это понравилось. Это движение полностью в противоположную сторону. Оно было сложное. И наоборот. Этот объем мы не прошли. А схватили вот это движение на повышение. Замечательно. Я рад в любом случае. Я здесь и заработал. И показываю вам правду. Вот в этом основное отличие. Меня от всех остальных типов. Потому что мне не нужно казаться лучше, чем я есть. Если у меня есть перекрытие. Вы об этом узнаете. Вы его увидите. Так. Евро АУД. Давайте все вместе со всеми. Потому что это лично я анализировал. Все области ставил. При новостных движениях такое бывает. Все хорошо. Так. Нет областей. Я понял. Поэтому мы отмечаем, где наша цена находится. И смотрим сюда. Смотрим вообще вот сюда. Где она находится. Куда она хочет у нас там прийти. Так. Тут у нас максимум. Тут был максимум. Жесткий разворот. Тут максимум. Разворот. Разворот. Смотрим. Тут усредненный. Так. Смотрите. По итогу. Обратно идем. У нас здесь немоверное количество областей. Просто сумасшедшее. Но опять же. Вы должны привыкнуть к моему сленгу. Чтобы вы не путались. Давайте я вот так вот вниз. Раз. 54. 54. Как это возможно? 75 у меня. Блин. Типы. Это евро ГБП. Подождите. Евро АУД. 60. О май гаднес. О май гаднес. 50. 50. Давайте тогда. Чисто ради отработки. Смотрите. Привыкните пожалуйста к тому. Что если у вас рядом нет хорошей области сопротивления. Вы находите максимумы. Где происходились. Происходились. Где просто происходили. Движухи до этого. И они будут. Нет. Стоп. Мне нужно чтобы все все поняли. А то это будет слишком сложно. Так. Смотри. У нас на истории происходили остановки. Вот предположим. Шла цена. Оп. Остановилась. Потом. Шла цена. Оп. Остановилась. Перемещаемся. На 12 часов вперед. Шла цена. Оп. Остановилась. И по итогу разворот. Движение в противоположную сторону. Так вот. Во всех этих остановках был объем. Вот это самое главное. Что вам нужно понять. И этот объем. Он остается на истории. И может в будущем выступить в качестве так называемой локальной области сопротивления либо поддержки, в которой находится объем с истории И. Почему? Потому что именно здесь происходил разворот. Возможно даже ключевое. Это нужно смотреть на свечи непосредственно. Вы поняли? То есть это не области. Это я не наотмечал вам здесь. Смотрите сколько областей сопротивления. Мне охренеть там 12 штук. Класс. Нет. Это я отметил вам просто сразу пул всевозможных остановок. Чтобы вам наглядно было видно, что вау. Ну да. Здесь действительно объема хватает. Это просто показывает наличие объема. И все. Это не нужно здесь углубляться. Типа. Ооо. Это что за теория? Нужно отмечать очень много областей поддержки. И сопротивления получается. Или что? Смок и фикс. Мне немножечко непонятно. Крокозия. Крокозия. Возвращайся в свою страну. Значит. Полтос. На понижение уже 49 долларов. Долларов. Вы поняли. 49 процентов здесь. Ну это нормально. Давайте дождемся. Так. Пишите. Стоп. Еще раз. Пишите свои вопросы. Отвечу. Братва. Пам. Парам. Пам. Пам. Парам. Пам. Пам. Так. Да. Все в шоке. Что человек скидывает скриншот. Где у него белый цвет. Это сильно. Да. Не выдает глаза. Реально. Я настолько привык к темному оттенку. Всю жизнь. Я везде старался. Ставить темные темы. На старющие телефоны. И все в таком духе. Значит так. Скриншот. По итогу. Это вообще. Классно. Так. Давайте еще раз. Еще раз. Пишите свои вопросы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все. Братики. Смотрите. Этот видик подходит к концу. Следующий видик будет с ответами на вопросы. Я думаю. Что вы мне там накидаете нормальных таких людских вопросов. Самое главное. Не воровских. Да. Вот. Просто таких. Нормальных. Накидайте. И все будет чипи топи. Я вам отвечу. Все как есть на самом деле. На связи был кто? На связи был я. На связи был я. С Мукуфикс. Ссылка на форум. В описании. И залетайте в закрытую группу тоже. Если кто-то хочет. Можете вступать. Уже прямо сейчас. Вопросов не возникает. Все. Всех обнял по-братски. На связи был. На связи будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok